Первая и основная задача Еще много-много миллиардов лет мы можем обитать на Земле Но тем не менее, если мы думающие люди, нам нужно думать о том Как можно было бы во Вселенной, для начала в Солнечной системе, идти дальше С тем, чтобы жизни в тех или иных проявлениях расширить эти границы Ну и поиск себе подобных Ведь сейчас около, наверное, двух, может быть, даже трех тысяч планет Обнаружено в других звездных системах И есть несколько десятков, даже, может быть, пару сотен планет Которые, ну, в общем-то, признаны достаточно, так сказать, экологически В том понимании состояния жизни, на которых возможна жизнь И вот смотрите, как, в общем-то, немножко, может быть, поменьше кадр сделать Вот смотрите, основные идеи, основные вопросы, которые бы следовало, ну, что ли, познать Вот как формируется, как видоизменяется Вселенная Существует ли на какой-то планете, кроме Земли, жизнь Какова роль гравитации, космической радиации Это очень важно, потому что это та самая гравитационная, радиационная среда обитания Живых существ и космических аппаратов Как можно использовать знания мощнейших процессов, которые происходят на Солнце, в космосе Для того, чтобы как-то быть готовым к каким-то катаклизмам на Земле Может быть, использовать эти ресурсы для людей на Земле В процессе космического создания таких сложных космических аппаратов Как космический аппарат, потому что, ну, среда космическая весьма агрессивна А если это пилотируемый космический аппарат, то человек, существо очень такое легко уязвимое То, в общем-то, очень важно, создав такой сложный космический аппарат С новыми космическими технологиями, с новыми материалами С новыми организационными формами создания этого аппарата Очень интересно посмотреть, а как можно внедрить эти вновь полученные материалы, технологии, организационные структуры Для того, чтобы внедрить их на Земле в таких традиционно, может быть, отстающих с технологической точки зрения отраслях То есть, каким образом можно наиболее эффективно использовать полученные в космических исследованиях В коммерческих целях Вот эта вот фотография четырех очень известных ученых, академиков Сергей Павлович Королев, Игорь Васильевич Курчатов, Мстислав Всеволодович Келдаш И Василий Павлович Мишин, первый заместитель Сергея Павлович Королева Все четверо академики Вот трех Королева, Курчатова и Келдаша Иногда соратники называли 3К Королев, Келдаш, Курчатов И, по сути дела, эти вот 3К, ну, действительно создали совершенно новую научную среду Ну, Курчатов в свое время ужасался тому, что вообще вот получилось и что было создано Келдаш был главным теоретиком космических исследований Ну, а общеизвестно, что основная задача, которую решал Сергей Павлович Королев Это создать некий носитель, который мог бы в целях безопасности нашей страны Доносить ядерный заряд до необходимых мест на всей планете Земля Но, тем не менее, все вот эти люди, выдающиеся люди, академики Считали, что очень важно, ну, ядерный заряд это так попутно Чтобы просто страна существовала наша на планете Земля А так, в целом, нужно двигаться вперед в космос И обязательно, чтобы это были пилотируемые полеты Потому что ничто не может заменить разум пытливого исследования Вот давайте посмотрим, что у нас получается Мы условно делим как бы на три блока таких основных Это вот нынешнее время, допустим, с 61-го года Вот первые корабли – Восток, Восход, Союз Это, по сути дела, период накопления знаний И создание некой такой пионерской сначала технологии пилотируемых полетов Второй период – ну, вот уже пошли станции «Салют» Станции более длительного исследования космоса Это совершенствование технологий Перевод их на такой, может быть, уже индустриальный метод Серийное изготовление каких-то кораблей Ну, и формирование, в общем-то, сначала робкой, но формирование направлений научных исследований Было понятно, что нужно серьезной наукой заниматься для того, чтобы что-то получать в космосе Ну, и дальше уже, в общем-то, длительные непрерывные полеты на станции «Мир», на Международной космической станции Это период уже проведения научных исследований и переход к практическому использованию околоземного пространства Тут вот вы видите уже, в общем-то, и станция «Мир», а мне выпала большая честь начинать пилотируемые полеты на этой станции Ну, вот, больше, чем 30 лет тому назад И Международная космическая станция, которая летает по сей день В общем-то, выполняет огромное количество научно-прикладных исследований На некоторых из которых мы с вами остановимся вот в этой лекции Ну, вот, посмотрите, как вообще все это исторически развивалось Сначала станции серии «Салют», «Салют-1», «Салют-3», «Салют-6», «Салют-7» Ну, вот «Салют-7» уже 15 лет летал Правда, конечно, это были непилотируемые полеты Вернее, 9 лет летал Но это были непилотируемые полеты Но, тем не менее, в общем-то, серьезные научные исследования А вот станция «Мир» уже летала 15 лет Международная космическая станция до сих пор летает Я хотел бы, ну, как-то так обратить ваше внимание Вот на эти две станции «Тяньгун», Китай «Тяньгун-1», Китай, который недавно завершил полет буквально неделю тому назад И «Тяньгун-2», который вот в настоящий момент летает Китай, ну, весьма своеобразно Но очень энергично и такой широким панорамным методом Исследуют космические дали У них есть и возможность пилотируемых полетов И длительного пребывания в космосе И даже возможность полетов на другие планеты Вот конкретно на Луну Ну, вот это слайд, где представлены Вот эти вот робкие и долговременные орбитальные станции Где сейчас в нынешнем понимании довольно смешно говорить Полет длился месяц, 25 дней Некоторые полеты длились, там, 3 месяца Вот мой первый полет на салюте 7 Длился 8 месяцев Сейчас, когда у нас космонавты Ну, просто стабильно летают по 6-7 месяцев А иногда и больше А есть примеры годовых полетов И даже полутора годовых полетов Конечно, это сроки достаточно такие Ну, не очень большие Вот станция Мир Это станция, с которой мы довольно долго занимались Довольно долго ее формировали Это объяснялось очень многими причинами И станция была достаточно сложная Много элементов было довольно таких переразмеренных Ну, и вдобавок еще на земле События при создании этой станции У нас конкретно в стране, в России Развивались, ну, не совсем прогнозируемым образом По сути дела, одно государство ушло в прошлое Советский Союз Другое государство, страна России Только формировалось Конечно, это был очень тяжелый период И создавать высокотехнологичную, очень сложную технику Было, в общем-то, достаточно тяжело А вот Международная космическая станция Это уже совершенно другой подход К освоению космического пространства Международный подход Естественно, вот такое вот объединение Ну, всегда дает такой кумулятивный Я бы даже сказал, синергетический эффект Потому что удается довольно сложно Мне повезло, я, по сути дела, был у самого, так сказать, основания С 93-го года мы сначала с нашими американскими партнерами Потом с европейцами, с японцами Формировали проект Международной космической станции Ее создавали так, в общем, сначала робко Потом все энергичнее и энергичнее Мне очень приятно говорить вам о том, что Ну, только благодаря нашим вот советским, российским ученым Эта станция была создана Потому что, когда мы впервые приступили к ее созданию Да, действительно, у американцев был некий задел по станции Freedom, дружба Но, как они сами говорили, этот задел Это потраченные 8 миллиардов долларов И изготовлено огромное количество разного рода бумаги, как они говорили Разного рода, так сказать, бумажных проектов Ни один из которых не смог дойти до какой-то практической реализации И только объединив усилия вот этих вот стран, флаги которых вы видите Мы смогли достаточно серьезно реализовать Вот посмотрите, сейчас, по сути дела Станция объем 770 кубических метров Вернее, объем 300 кубических метров Так, это суммарно, значит, около 1000 метров Масса, по-моему, порядка где-то 600-400 тонн в целом Вот 434 тонны Ну и достаточно большое количество экспериментов Вот масса научного оборудования 54 тонны Это, в общем, если говорить, допустим, о медико-биологических исследованиях в космосе То, как говорят специалисты, ну, крупные ученые такие, которые занимаются космической медициной долгие годы Например, вот академик Григорьев Анатолий Иванович, академик Газенко Олег Георгиевич, к сожалению, ушедший от нас Они уверяли меня вот в частных беседах о том, что нет на Земле ни у одной страны такой лаборатории физиологической, которая бы была сопоставима по разнопланности научного оборудования с той лабораторией, которую мы развернули на Международной космической станции по медицинским и биологическим исследованиям Ну вот сейчас, да, есть такой небольшой мультислайд-шоу, которое мы специально сделали с нашими американскими коллегами Чтобы был понятен путь, который мы прошли в космосе Вот все, что вы видите, это полеты космических кораблей, российских, американских Это стыковки, это формирование облика Международной космической станции Вот если буквально 20-30 лет тому назад Как бы даже просто задача стыковки у нас считалась решением таким весьма героическим То сейчас вот вы видите, сколько здесь у нас проведено было стыковок, перестыковок, разворачивание крупногабаритных конструкций Сворачивание этих крупногабаритных конструкций, перенос их в другое место То есть это, в общем-то, действительно такие серьезные монтажно-строительные работы Которые позволяют иметь очень серьезную конструкцию Причем серьезную не с точки зрения архитектуры, а серьезную с точки зрения интеллекта, энерговооружения Которые, в общем-то, ну вот позволяют вести очень серьезные научные исследования И находиться долгие месяцы, иной раз даже годы находиться исследователем в космосе И космонавты проводят очень такие серьезные космические исследования Вот, представляете, вот за, по сути дела, 8 лет примерно строительства Около 10 лет строительства у нас вот получилась такая станция А это фотография, тоже космическая фотография Фотография, которая сделана не с Международной космической станции, а со спутника автомата Вы видите здесь Красную площадь, Кремль, ну, правда, Кремль еще с 14-м корпусом, которого сейчас нет Соборную площадь, и вот мы условно разместили станцию, Международную космическую станцию на Красной площади Вот вы видите справа собор Василия Блаженного, слева исторический музей в центре мавзолей И вот на Красной площади, там, где сейчас каток, вот размещена станция То есть, действительно, это очень такое серьезное большое сооружение Как вообще изменялись процессы? Дело все в том, что сложность конструкции очень серьезно видоизменяется И вот, посмотрите, начинали с Востока, буквально такой, ну, первый пилотируемый корабль В общем-то, на тот момент 61-го года довольно сложный И вот, смотрите, как правило, сложность космического аппарата оценивают его управляемостью Вот количество управляющих воздействий, 48 воздействий Количество информации, которую мы получаем с объекта управления Телеметрические параметры, так называемые, 400 параметров И вот, что мы имеем сейчас На Международной космической станции образца 2018 года Около 130 тысяч операций Управляемых, управляющих воздействий 2 миллиона 500 тысяч слов Но это, считайте, еще существенно много Больше информации можно передавать на станцию Около 120 тысяч телеметрических параметров Ну и, по сути дела, это некий такой интеллект Который у нас уже было примерно 8 таких вот перезаписей интеллекта На более сложную там архитектуру, на решение более сложных задач Роль экипажа Я, в общем-то, всю жизнь занимаюсь пилотируемыми космическими полетами Считаю, что это очень важное направление в исследовании космических Проведении космических полетов Может быть, даже и первоочередное Потому что, вот смотрите Человек действительно действует существенно эффективнее Это я могу совершенно ответственно заявлять Как человек, понимающий эту медаль с двух сторон Как летавший сам в космос И долгие годы занимающийся управлением полета Действительно, человек действует существенно эффективнее автоматики в сложных ситуациях Благодаря работе экипажа в полете обеспечивается монтаж, ремонт и восстановление Рабоспособного уникального научно-служебного оборудования Вы знаете, космическое пространство и особенный этап выведения в космос Предъявляет к технике, которую вы хотите доставить Очень жесткие требования Это требования по вибрации Это требования по радиационному воздействию Да и невесомость тоже Это, в общем-то, жесткое испытание космической техники Потому что, если вы что-то там не доделали, не допаяли В космосе эта вот паечка всплывает И всегда гораздо что-то такое замкнуть и вывести из строя технику И у нас очень часто, ну не очень часто, но бывают такие случаи, когда научный прибор, который испытан на Земле многократно, проверен на Земле После того, как его поместили в грузовой корабль «Прогресс» После того, как он на ракете вылетел и состыковался с космической станции Этот прибор, полностью работающий буквально вчера, на станции включается и не работает То есть произошли какие-то отказы И только благодаря работе экипажа удается эти отказы выявить, локализовать Эти отказы потом устранить, если есть, ну так сказать, запасные какие-то части Что? Вот это вся, весь этот перечень операций, перечень процедур Скажем так, совершенно невозможен в условиях автоматического полета Отказал прибор, если у вас нет достаточного резервирования элементов каких-то То, к сожалению, интеллект и руки космонавта приложить невозможно Ну, вот какие возможности представляет научно-исследовательская лаборатория То, что вот сейчас находится на Международной космической станции А это действительно международная научно-исследовательская лаборатория Ну, вот первое, это, конечно, длительное воздействие невесомости Особенно это важно для нас, вот для живых людей Потому что действительно приготовиться к таким вот вещам довольно сложно Вы знаете, в первые полеты, когда летал, допустим, Гагарин, Титов, Николаев, Попович У многих космических медиков было такое состояние эйфории Ну, вот видите, человек в условиях невесомости нормально живет, с ума не сходит Возвращается после такого достаточно короткого полета и вроде бы все в порядке Все это резко изменилось после полета Андрея Григорьевича Николаева и Виталия Ивановича Севастьянова И полет-то был, с нашей точки зрения, не очень большой 18 суток, это был 69-й год, даже, наверное, 70-й год Но космонавты после 18 суток, они 18 суток находились, ну, достаточно в таких небольших объемах корабля «Союз» Они, в общем-то, вернулись в очень нехорошей такой физической кондиции Они не могли себя обслуживать, они не могли самостоятельно перемещаться Были очень серьезные, у них серьезные изменения в сердечно-сосудистой системе, в общем-то, в основной системе человека И вот тогда впервые, в общем-то, ученые-медики, которые занимаются космической медициной Впервые начали думать о том, что если мы хотим серьезным образом осваивать космическое пространство А после таких полетов вы неизбежно окажетесь на поверхности другой планеты, где есть какое-то, допустим, гравитационное поле И помочь в виде поисково-спасательной службы, которая есть на Земле, вам нельзя, а вы должны сами себя обеспечивать Нужно серьезнейшим образом заниматься космической медициной, прорабатывать ту методологию, которая была создана Я горжусь этим обстоятельством Эта методология была создана И в конечном итоге у нас сейчас космонавты, летая существенно большее количество времени на порядке Тем не менее возвращаются на своих ногах, как мы иной раз говорим И, значит, спокойно выходят из космического аппарата, могут себя обслужить И даже проводят определенные тесты, которые выявляют их, ну, какую-то такую даже силовую кондицию Так что вот эти вот проблемы, связанные с человеческим здоровьем, это очень важные вещи Ну и кроме того, смотрите, это уникальная экспериментальная лаборатория, на которой можно отрабатывать новую аппаратуру, новые методы Получать новые иные образцы, которые в условиях Земли, земной тяжести получить невозможно Вот научные эксперименты, которые мы проводим Ну вот я уже говорил о том, что достаточно большое значение имеют эксперименты космической медицины и биологии Это вот то, что называется человек в космосе и космической биологии и биотехнологии Видите, больше 60 экспериментов Кроме этого, конечно, очень интересны исследования Земли и космоса, так называемая геофизика и астрофизика Гео — это, понятно, это дистанционное зондирование Земли во всех ее проявлениях И астрофизика — это изучение тех или иных космических лучей, которые тоже, как выяснилось, достаточно о многом рассказывают людям на Земле Физически-химические процессы и материалы в условиях космоса — это так называемая космическая технология Это получение новых материалов в условиях невесомости, космического вакуума Там действительно уникальные вещи получаются Технологии освоения космического пространства — это те эксперименты, которые придумывают инженеры, создатели космической техники Очень бы хотелось создавать новые эксперименты, очень бы хотелось создавать новые приборы и оборудование для бортовых систем, которые бы были более точные, более эффективные, более надежные Но для этого нужно, естественно, проводить целую группу, скажем так, научно-технических экспериментов с тем, чтобы появились новые датчики, новые системы исполнительных органов и так далее Но еще вот очень важное образование — популяризация космических исследований Мы абсолютно убеждены, что если мы не будем заниматься молодежью, не будем заниматься образованием То космическая тематика, как, впрочем, и любые другие науки, если их не пропагандировать, они обречены на провал Ну вот, смотрите, это вот некоторые такие слайды фундаментальных исследований, медико-биологических, дистанционные зондированные землетехнологии Ну, видите, довольно много было, вот 25 тысяч сеансов выполнено, почти 400 экспериментов Серьезное количество публикаций, патентов — это все тот результат, который, в общем-то, может быть внедрен и внедряется для земных разных исследований Ну, вот здесь основные результаты — это такие основные, что ли, блоки Человек в космосе, космической биологии, биотехнологии, физико-химические процессы, технологии освоения космического пространства, ну и так далее Вот я хотел бы остановиться на нескольких экспериментах, у которых действительно весьма значащие результаты Вот, например, биотехнология — очень интересные эксперименты, которые позволяют, ну, во-первых, высококачественные биокристаллы В условиях невесомости, высококачественные биокристаллы, я так понимаю, что биологи лучше меня это понимают Они позволяют создавать новые, весьма интересные медицинские препараты Вот второе — это так называемые биодеграданты нефти Вот обратите внимание на две фотографии посередине До обработки, вот это до обработки и после обработки Это некая территория Московской области, бензоколонка, которая, ну, существовала несколько десятков лет Потом эту бензоколонку куда-то перенесли, убрали Ну и вы можете представить, что остается на Земле после того, как эксплуатировалась бензоколонка несколько десятков лет Совершенно неживая Земля И вот оказалось, что в космосе можно создавать биодеграданты нефти Это, по сути, некие штаммы микроорганизмов У которых, в общем-то, по сути дела, некой едой, питательной средой являются углеводороды Вот эти вот биодеграданты, штаммы были распределены, введены в почву И буквально к концу лета, через 2-3 месяца, вы видите вот такую зеленую площадку Эти штаммы микроорганизмов, эти биодеграданты нефти Можно точно так же распылять и на море И эти биодеграданты в морской воде, эти вот микроорганизмы будут поедать, допустим, вылившуюся нефть А вы прекрасно понимаете, что это вообще серьезнейшая катастрофа Которая требует колоссальных средств, колоссальных денег Для того, чтобы убрать эти вот нефтяные пятна в море, в океане Они видны из космоса, понимаете, нефтяные пятна, которые разливаются неподалеку от тех или иных, допустим, там, скважин, которые в море В результате каких-то аварий танкеров наливных Эти пятна, эти десятки, может быть даже тысячи тонн пролитой нефти Они, в общем-то, видны с высоты 500 километров Ну вот тоже очень интересный слайд Это так называемая биология растений Ну, вы, наверное, слышали о том, что в свое время Циолковский мечтал о разного рода оранжереях Космических оранжереях, потому что не напасешься продуктов, чтобы лететь долгие 9-10 месяцев в сторону Марса Там пару месяцев находиться, потом назад возвращаться Поэтому нужно, конечно, смотреть, какие вещи необходимо брать с собой, а что можно спокойно выращивать Вот на Международной космической станции есть несколько таких оранжерей Этот эксперимент носит название растения, где выращиваются горох, помидоры, салат Вот постановщиком этого эксперимента является Институт медико-биологических проблем Академии наук И что, я инженер, я, конечно, не биолог, но что биологи уверяют, что очень важно Вот, допустим, был получен горох в космосе четырежды То есть был получен урожай гороха, получены семена гороха, высажены второй раз, высажены третий раз, высажены четвертый раз На земле был точно такой же контрольный экземпляр И вот без потери репродуктивных функций эти семена выращивают То есть это говорит о том, что длительное время, сопоставимое с длительностью, как я уже говорил, марсианской экспедиции Мы, ну, по крайней мере, горохом себя обеспечим Ну вот, тоже вот очень интересный эксперимент биотехнологический Оказывается, у нас еще в начале, на заре формирования Международной космической станции Был проведен такой эксперимент На поверхность станции были вынесены некие микроорганизмы Причем не такие, не низшие, а которые в эволюционном ряду стоят, ну, достаточно высоко Это там личинки, комара, яйца низших, ракообразных И эти семена высших растений И эти личинки были, по сути дела, ну, выставлены для, как мы говорим, экспонирования от космического пространства Это и радиационные потоки, это и вакуум, очень глубокий вакуум И в течение нескольких лет, около пяти лет, эти вещи, вот, семена, личинки, яйца, экспонировались в космосе После того, как мы вот пять лет их там продержали На очередном из выходов в открытый космос, не так давно это было Значит, эту платформу, мы занесли сначала внутрь станции, а потом вернули на Землю И вы представляете, к великому удивлению ученых, ну, и тем более, к великому удивлению нашему Оказалось, что эти семена, личинки, яйца сохраняют свою жизнеспособность И могут дальше развиваться То есть, вот, такой вот поток, значит, очень серьезных, подавляющих всякую жизнь лучей, агрессивных воздействий, вакуума Тем не менее, не убивает однозначно многие-многие, так сказать, растения и, ну, как бы, насекомые, что ли, яйца низших, ракообразных, личинки, комара То есть, это говорит о том, что, в принципе, имеет право на существование, так называемая, не дарвинская теория, а некая теория посева, космического посева Она была достаточно давно выдвинута о том, что, вот, вследствие разного рода катаклизмов Там прилет астероидов на Землю, соударений с какими-то так микрометеоритами В нас на Земле могли быть занесены некие, так сказать, жизнетворные организмы Которые потом в среде Земли смогли развиться и могли появиться, в общем-то, на свет Ну, вот, что касается исследований Земли из космоса Это тоже, вот, очень важная, так называемая космическая погода Это Чижевский был очень известный ученый Они жили в одно время и даже в Калуге вместе с Циолковским Были приятелями И вот Чижевский впервые ввел такое понятие Космическая погода Говоря, что, в общем-то, очень многие потоки энергии из космоса Ну, конечно, в основном и солнечные потоки Оказывают серьезные нарушения у нас здесь на Земле Все было бы неплохо, но вот у нас появились достаточно длительные металлические Разного рода трубопроводы, кабели, газопроводы И вот во всех этих, значит, длительных, вернее, во всех этих большого расстояния электросетях Большого расстояния газопроводов, нефтепроводов Стали появляться очень серьезные наводки, ну, по вполне законам физики Которые, в общем-то, вот эти вот достаточно дорогостоящие сооружения С большой длины металлическими конструкциями Стали разрушать И нужно было придумывать, как с этим бороться Придумывать какие-то, так сказать, специальные там анодные заземления и так далее и тому подобное Ну и вообще оказалось, что исследование многих, значит, солнечно-земных таких вот связей Предположительно может определенным образом прогнозировать, ну, серьезные катаклизмы, допустим Будить вулканы, предсказывать землетрясения С этим еще нужно, конечно, серьезно заниматься Но, тем не менее, многие такие исследования, которые действительно возможны только на космических аппаратах Потому что вследствие защиты атмосферы, вследствие защиты магнитных силовых линий Земли Мы, по счастью, на Земле от многих таких воздействий защищены И благодаря этому, по сути дела, живем Но, тем не менее, вот эти вот возмущения, оказывается, представляют большой интерес Ну, во-первых, их исследовать, а во-вторых, их предсказывать за некими Некие неприятности, которые могут быть на Земле после вот этих вот возмущений Ну, вот это, допустим, высокоэнергетичные заряженные частицы, атмосферные грозовые разряды Плазменно-волновые измерения тоже очень интересны со всех точек зрения Ну, одним словом, вот вести эти работы, вот галактических, космических лучей Кстати, эти работы очень активно ведутся в Московском государственном университете И целое подразделение на физическом факультете занимается созданием приборов и оборудования Которые мы потом ставим там на автоматические аппараты На международные космические станции И эти приборы успешно и хорошо работают Вот эти исследования Земли из космоса С помощью разного рода вот телескопов Вот сейчас у нас очень интересный телескоп Я, с сожалению, должен сказать, что он в основном изготовлен канадской компанией Но, тем не менее, это телескоп, который установлен у нас на российском сегменте Достаточно хорошо работает И вот он позволяет Есть как бы одна камера такая обзорная, шестиметровая А вторая камера это до одного метра разрешения Это очень серьезные такие исследования дистанционного зондирования Земли Ну вот это вот те Кстати, для дистанционного зондирования Земли Впервые на Международной космической станции Была разработана такая новая технология Запуска достаточно высоко Технология двойного старта Это мы совместно с Институтом космических исследований В котором, в общем-то, пожалуй, очень много сотрудников Выпускники Московского государственного университета Был создан такой космический аппарат Назвали его ЧИБИС, как птичку Этот аппарат на грузовом корабле «Прогресс» Был сначала доставлен на орбиту Международной космической станции Это орбита порядка 400 километров высотой А затем, после того, как грузовой корабль «Прогресс» отработал Он доставил топливо, доставил воду, доставил определенные грузы Все это было разгружено Он был загружен потом отработанным всяким, так сказать, мусором Вот этот вот аппарат ЧИБИС был установлен в районе стыковочного отсека От станции этот грузовой корабль был отстыкован И с помощью заранее оставленных запасов топлива Грузовой корабль «Прогресс» поднялся еще на высоту порядка 150 километров выше Около 550 километров эта высота была И там этот грузовой корабль «Прогресс» вытолкнул из стыковочного узла Этот космический аппарат ЧИБИС, который раскрыл все свои солнечные антенны, батареи Раскрыл радиоантенны для передачи информации И на высоте 500-530 километров этот спутник ЧИБИС-М летал достаточно долго Ну, по крайней мере, в 6 раз дольше, чем он летал бы на высоте 400 километров Ну, понятно, что разрежение идет почти по экспоненте Поэтому на этих высотах атмосферное сопротивление молекулярное Оно не очень значительное И поэтому, в общем, если так он должен был бы упасть на Землю И сгореть в плотных слоях атмосферы спустя полгода То в данном случае он пролетал почти 2,5 года Это очень такой серьезный эффект Экономический в том числе Ну, вот медицинские исследования Надо сказать, что вот совсем недавно Мы и раньше-то летали Вот Валера Поляков в 1994-1995 году Отлетал 14 месяцев, почти полтора года А так годовые полеты были И вот представлены фотографии космонавтов Которые летали там по 13-12 месяцев И вот годовой полет Недавно очень сильны были споры у медиков О том, ну зачем, уже и так понятно Что человек может год пробыть в код Понятно Но тем не менее Тем не менее Я уже говорил в начале лекции Что на борту Международной космической станции Собралось уникальное Очень разноплановое И самое современное медицинское оборудование Поэтому это оборудование позволяет исследовать Наш весьма сложный человеческий организм Но, по сути дела, на молекулярном уровне И для будущих полетов Особенно для полетов на Луну, на Марс Это очень важно Чтобы понимать, что же, в общем-то Будет со здоровьем и с работоспособностью У космонавтов В течение вот этих длительных полетов Особенно если учесть, что есть очень серьезные вопросы Связанные с излучением Рентгеновским излучением И тут нужно продумывать Какие-то методы защиты человеческого организма И вот этот полет был проведен весьма успешно С очень интересными результатами Особенно вот результат Такой необычной информации О которой, может быть, не очень часто говорилось У Стива Келли Еще был брат-близнец Тоже космонавт Я его очень хорошо знаю Он оставался в этот момент на Земле И после годового полета Келли Проводились такие вот параллельные исследования Его, который был в космосе год И его брат-близнеца Который, в общем-то, очень близок по генотипу Как известно, близнецы очень близки Вот проводились такие совместные исследования С тем, чтобы понимать Еще раз повторяю На таком молекулярном уровне Какие же происходят, так сказать, видоизменения Те, которые не характерны для людей на Земле Ну вот, смотрите Этот слайд посвящен вкладу в практику здравоохранения Большое количество медицинского оборудования Которое, во-первых, достаточно точное Во-вторых, компактно собрано И, в-третьих, очень важно, что это оборудование умеет Так называемым телеспособом передавать информацию Вот эти вот все три таких основных, что ли, вещи Характерных для приборов Особенно медицинских приборов в космосе Их очень интересно и очень важно Использовать на Земле Потому что, вы прекрасно понимаете Очень часто, когда происходят какие-нибудь, допустим Чрезвычайные ситуации Не окажутся мгновенно врачи Тем более высококвалифицированные специалисты В той или иной области Нейрохирургии, сердечных заболеваний В этом месте, где произошла какая-то чрезвычайная ситуация И с помощью вот этих приборов Которые портативны Которые очень чувствительны И могут с помощью телеинформации Передавать по каналам связи Всю эту информацию Для специалистов, которые находятся в медицинских центрах Такие приборы очень важны Так называемое телемедицинское оборудование Ну вот еще, например, приборы Допустим, которые используют космонавты Ведь нагрузка космонавта заключается в том Что нет в условиях невесомости никакой нагрузки И очень важно проводить вот такое вот Раскачивание сердечно-сосудистой деятельности И так далее Значит, это все характерно для больных Которые достаточно долго находятся Допустим, в лежащем положении И вот те компенсаторы, те костюмы Которые создаются для космонавтов Они, ну, очень серьезно помогают Для людей, которые вследствие каких-то перенесенных заболеваний Ну, страдают пороками, так сказать, двигательной системы Это вот как бы основные вещи Теперь о движении вперед Конечно же, нужно продолжать исследования вокруг Земли Нужно реализовывать длительные полеты В пределах низких космических орбит Но и постепенно уходить за пределы Низких околоземных орбит Высадка на поверхность Луны И дальше полеты к Марсу к астероиду Это вот на наш взгляд наиболее Да и не только на наш В общем-то, по сути дела И наши коллеги из НАСА И весь мир, которые Ученые, которые занимаются космическими исследованиями Считают, что вот это приблизительно тот путь Который очень дорогой путь, прямо скажем Который нам необходимо, так сказать, пройти Что для этого делается? Ну, вот, казалось бы, Международная космическая станция Сейчас пока по всем законам подписано соглашение О ее эксплуатации до 2024 года Хотя американские партнеры Несмотря на сложность политических взаимоотношений Все время нам в частных беседах говорят Давайте работать дольше, до 2030 года Но, тем не менее, создается Так называемый российский сегмент Международной космической станции Второго этапа В виде многоцелевого лабораторного модуля В виде узлового модуля В виде научно-энергетического модуля Ну, и для того, чтобы всем этим заниматься Создается так называемый корабль «Федерация» Имя ему было придумано, по сути дела, всей страной Мы сейчас активно работаем над этим кораблем С тем, чтобы осуществить его пуск в районе беспилотный В 2021 году и пилотируемый в 2023 году И, как следствие, это получится некая такая российская орбитальная станция Уже несколько с иной технологии эксплуатации Не постоянной А предполагается, что Может быть и так называемый вахтовый метод на этой станции Но вот нам представляется вот где-то такой облик Обязательно с очень серьезным модулем наук На котором будут продолжаться научные исследования Ну, а это вот несколько слайдов Связанных, так сказать, с ракетами тяжелого класса И освоением и полетом на Луну, на Марс Созданием лунных баз Сейчас у нас некое подписано такое, ну что ли, соглашение С американцами и европейцами О создании международной, окололунной Подчеркиваю, окололунной посещаемой платформы И здесь у нас достаточно серьезные позиции Потому что российские ученые По долговременному исследованию космоса Долговременным орбитальным станциям Имеют, ну, такой серьезный международный авторитет А, по сути дела, посещаемая платформа Это такой, в общем-то, и транспортный узел И поддержка пилотируемых и автоматических лунных миссий Ну и дальнейшее это развитие международного сотрудничества Я еще раз повторяю, международная космическая станция Показала, что такие грандиозные проекты, как космические Конечно же, наиболее эффективно проводить Проводить при международном сотрудничестве Ну, а это вот некая лунная база С автоматическими аппаратами У нас во всех наших космических программах и планах Естественно, пилотируемое освоение космоса И автоматические аппараты тесно переплетаются То есть автоматическими аппаратами За ними некие разведки Разведки районов высадки Это создание некой среды навигации Создание среды передачи связи А уже пилотируемая база Это длительная работа экипажа на поверхности Там первоначально планируется в течение недели Двух недель Ну, а затем уже и больше Ну и закончить эту лекцию Я хотел бы словами Стислава Силовича Келдыша Что новое явление, которое мы встретим на других планетах Будут использованы для улучшения жизни на Земле Только так А это вот завершение Спасибо за внимание Спасибо за внимание Продолжение следует...